Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Markets, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря куча выступлений представителей американского регулятора. В 17.30 нас ждет выступление Уоллера, в 19.00 выступление Кашкарии, в 22.00 по GMT, разумеется, выступление Делли. Это не голосующий член американского регулятора, но тоже их мнение может отражать общую позицию Федрезерва касательно планов на дальнейшее повышение ключевой процентной ставки. Ранее я уже сделал большой акцент на то, что дальнейшие перспективы доллара напрямую будут зависеть от того, созреет ли американский регулятор на решение по дополнительному ужесточению национальной монетарной политики. И, судя по всему, действительно, до конца этого года ставка может быть поднята еще один раз на 25 базисных пунктов, что создаст условия для того, чтобы американская валюта продолжила пользоваться спросом вот в оставшиеся месяцы 2023 года. Текущие котировки по индексу доллара 105.70 по 7, соответственно, если мы сегодня от большинства выступающих представителей получим сигналы того, что ФРС подумывает об ужесточении политики, то, соответственно, рост доллара может возобновиться с прежней силой. Перед выступлением представителей Федрезерва нас ждет выступление главы Европейского Центрального банка Крестен Лагард 12.00 по GMT. Очень интересная речь Лагард, потому что за последние недели было очень много слабых макроэкономических отчетов и хотелось бы непосредственно от главы регулятора получить сигнал того, что Европейский Центральный банк не может позволить себе в текущих условиях сохранить тренд на дальнейшее повышение ключевых процентных ставок. Поэтому, если от Лагард мы все-таки услышим, что выжидательная позиция будет в большем приоритете, то отсутствие перспектив повышения ставки лишит европейскую валюту каких-либо факторов поддержки. И евро снова перейдет к снижению. Это, кстати, основной сценарий, который вполне вероятен. Общие настроения на рынке сейчас определяются геополитикой, конфликтом на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Конечно же, в таких условиях как-то не очень хочется даже рассматривать сценарии роста рисковых инструментов, потому что это не совсем дальновидная стратегия. Но когда речь идет о полноценных военных конфликтах, меньше всего, что пользуются спросом, это, конечно же, риск. Нужно смотреть на защитные инструменты, поэтому также вчера я сделал большой акцент на то, что этот конфликт может стать причиной дополнительной поддержки для индекса американского доллара. По поводу причин, которые, скорее всего, действительно убедят покупателей в текущих условиях не отступать, это, опять же, ожидание повышения ставки, неопределенность касательно вопроса государственного бюджета в США. Ждем дату с окраиню, 17 ноября, и посмотрим затем, как республиканцы и демократы в этот раз будут искать золотую середину и стараться выйти на компромисс, хотя это уже маловероятно, поэтому сценарий потенциального шатдауна сейчас крайне вероятен. Сильный отчет по американскому рынку труда Non-Farm Perils. Сегодня уже, опять же, по цифрам повторяться не будем, потому что это неважно. Общая динамика количественных рабочих мест вдвое произошло ожидания, и в целом показатель, который соответствует сейчас максимальному уровню за 8 месяцев, это, конечно же, хорошая база для роста. При этом нужно понимать, что чем крепче и сильнее рынок труда, тем выше вероятность роста инфляции. Чем выше вероятность роста инфляции, тем больше шансов на то, что регулятор будет противиться этому росту, бороться с повышением потребительских цен. Той самой политикой, к которой мы уже давно все привыкли, это политика высоких процентных ставок. То есть, опять же, возвращаемся к первому фактору поддержки для доллара, это потенциал повышения ключевой процентной ставки. События на Ближнем Востоке, с одной стороны, повышенный спрос на защитные инструменты и на доллар, как явный представитель среди вот этой защитной элиты финансовых активов. С другой стороны, события на Ближнем Востоке могут стать причиной резкого скачка цен на нефть, а в свою очередь повышение цен на топливо приведет тоже к повышению инфляции. И уходим снова на обсуждение перспектив действий Федрезерва, который должен делать все, чтобы поддерживать стабильность на внутреннем американском рынке. Ключевые отчеты до конца этой недели. Завтра протоколы последнего заседания Федрезерва и в четверг отчет по инфляции. Вот эта статистика уже станет точной источником более интересной динамики для индекса доллара. И если мы увидим снова признаки роста инфляционного давления, то доллар снова вернется в район 106 неопунктов. Золото 1862 доллара за тройскую функцию. Ранее мы взвешивали факторы, которые поддерживают рынок драгоценных металлов и негативные факторы, которые все же сохраняют продавцов на рынке. Сегодня количество факторов за то, чтобы золото росло больше. Потому что помимо геополитических событий мы можем обратить внимание на индекс рыночных настроений. Сантимент сейчас уже 50 на 50. И учитывая, что вчера толпа находилась в покупках, вполне возможно, что сегодня толпа может уже начать перевешивать вот эту клиентскую базу в сторону большинства находящегося на стороне продаж. Как только это произойдет, я, разумеется, об этом вам скажу. И тогда будем рассматривать золото уже как тот инструмент, который может выйти на новые локальные максимумы. Десятилетние трежи откатились с локальных максимумов 4,79%, текущее значение 4,62. Да, снижение очевидно, довольно значительное, но 4,62 – это все-таки доходность, которая все равно делает эти бумаги куда более привлекательными, чем золото. Поэтому ситуацию с долговым рынком я бы сейчас не стал анализировать, как еще одно условие для принятия решения продавать или покупать золото. Статус-кво – выжидательная позиция для рынка драгоценных металлов, так же, как и в целом, наверное, для рынка нефти. Сейчас более предпочтительное торговое решение. Евро 1,0568. Ждем дальнейшего развития нисходящей динамики. Фундаментальный фон продолжает ухудшаться. Последние данные по промышленному производству Германии снижение на 0,2%. Четвертое снижение подряд. Индекс настроения Сент-Икс также очень плохие цифры. Сегодня все это должна подытожить Лагард. И если мы действительно получим комментарии с нее о том, что экономические условия гораздо хуже, чем прогнозировал ранее Европейский Центральный Банк, то можно будет додумать дальше, что это, по сути, комментарий означает то, что ИСБ не будет дальше создавать условия трудности для бизнеса и для потребителей в виде более высоких процентных ставок. И, как я уже отметил, из-за событий между Израилем и Палестиной сейчас евро точно не должен пользоваться спросом, как и другие рисковые активы. По фунту тоже ситуация не меняется. 1,2235. Жду дальнейшего развития нисходящей динамики, ухудшения экономических условий, рост стоимости жизни, слабые данные и давляющий эффект от укрепляющегося доллара. Доллар йена 148.62 в повторное тестирование 150 йен за доллар более чем вероятно, учитывая, что Банк Японии, да и власти Минфин также до сих пор не подтвердили факт проведенных валютных интервенций на прошлой неделе. И, может быть, если бы Банк Японии все же дал сигнал об этом, участники рынка были бы более осторожны, поскольку понимают, что Банк Японии действительно держит руку на пульсе и контролирует ситуацию. Но сейчас рынки все больше. В мнении, что снижение курса со 150 до 147, что мы видели на прошлой неделе, это было следствием отработки каких-то технических формаций, закрытия целого пласта ордеров и ничего более. Но я думаю, что все-таки проявление валютных интервенций было. Да, сделка очень рискованная. Ранее я допустил повторный заход пары в район 150, но снова повторюсь, что иногда на рынке стоит рисковать. И сегодня мы видим то, что пара доллара и японская иена понемногу начинает отрастать уже с азиатской сессии. Доллар канадец 1,3579, снова активно снижаемся. Сейчас поддержку канадскому доллару оказывает нефть, которая восстановилась с многонедельных минимумов, которые были зафиксированы на прошлой неделе. Также на стороне покупателя канадского доллара еще сильные данные по национальному рынку труда. Уровень безработицы 5,5%. Общее количество занятых в канадской экономике в прошлом месяце выросло почти на 64 тысячи против прогнозов 20 тысяч. Соответственно, сильные данные. Потенциал того, что канадская экономика сможет извлечь больше прибыли из-за высоких цен на нефть. Поэтому путь наименьшего сопротивления здесь снижение и достижение пары, как профитно-ориентируя планки 1,35-1,34. И рынок нефти 88 долларов за баррель. Я пока что, друзья, все еще не решаюсь открыть новую позицию, хотя понимаю, что с большой долей вероятности мы пойдем вверх. Если вы не сомневаетесь и уверены, что нефть будет расти, вы большие молодцы, потому что в целом действительно тенденция пока что растущая. События на Ближнем Востоке, потенциальный перебой с поставками углеводородов и еще и последний доклад ОПЕ, который вышел буквально накануне, о том, что спрос на нефть будет расти в перспективе ближайших четырех лет. И к 28 году вырастет до 110,2 миллионов баррелей в сутки. Это почти на 10 миллионов баррелей больше, чем сейчас. Про потенциал роста спроса мы говорили, но я хочу дождаться пятничных данных по Китаю, чтобы понять, будет ли Китай влиять на показатели спроса и предложения. Думаю, что будет, но пятница еще относительно не скоро. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!